Всем привет, с вами снова Сердый Лис, и сегодня, как я уже обещал, я буду пилить, собственно, подкаст. Обещал я его сделать ещё аж вчера, возможно, у вас это ещё аж позавчера. Дело в том, что вы сникли какие-какие проблемы, и теперь я буду снимать вообще с помощью другой программы, которая оказалась ещё лучше, чем банякам, в кое-каком смысле. И теперь я, собственно, вообще поменял программу для съёмок, поменял много чего. Так что, ребята, не серчайте, потому что я не снимал очень довольно долгое видео, аж почти неделю не снимал. Но сейчас я возобновляю, и уже аж с понедельника пойдут рецензии, и их будет много. Я, собственно, в этом подкасте скажу, сколько их будет. Ну, собственно, давайте начнём с новостей самых маленьких. Самая маленькая новость, это то, что помимо героев я буду проходить другие игры. И первые две игры, которые у меня, собственно, на глаза попались, это был Fable Anniversary и Zelda Scrolls Skyrim. Довольно заезженная, конечно же, тема. Но, если честно, мне кажется, это очень интересно пройти, собственно, с Skyrim и Fable Anniversary. Ведь на Fable Anniversary я... Ой, тьфу, на Fable The Lost Chapters, а Fable The Lost Chapters... А Fable Anniversary это переиздание Fable The Lost Chapters. Я на Fable The Lost Chapters вырос. Это была первая 3D игра, в которую я поиграл. Это была первая RPG игра, в которую я поиграл. И это было офигенно. И, ну, из-за переиздания мне очень хочется в неё поиграть ещё раз и заснять вообще, и пройти её. Я ещё ни разу не проходил переиздание до конца. Я оригинальную эту часть всего лишь один раз прошёл, то через силу. Дело в том, что это у меня такая моя проблема. Так что, ребят, теперь я буду снимать не только героев, ещё буду снимать вот такие вот тоже игрульки. Также монтажинь. Вторая новость. Монтажи никто не отменял, монтажи останутся, в скором времени вернутся опять на мой канал. Просто мне не с кем пока что их снимать, но я сейчас уговариваю малую для того, чтобы мы вместе снимали монтажики для моего канала. Надеюсь, она согласится, и мы будем вместе вот как раз таки снимать. Я буду очень этому рад и просто неимоверно. И очень плохая часть этой новости это то, что теперь видео с Демпи не будет. И это реально очень печальная новость. Ведь, как мне кажется, это был один из самых весёлых людей, кто был на моём канале вообще сон и снимал. К сожалению, теперь его не будет. Не знаю, правда, почему, но он меня удалил отовсюду после того, как я удалил свою страницу в ВК и добавил его сразу же. Когда я добавил его, начал добавлять его на новую свою страницу. Не знаю, почему это произошло, но теперь, собственно, мы, как бы, друзьями, наверное, не будем считаться. И, собственно, теперь-то остался из моей компании ютуберов только я и малая, по сути-то. Ну, это, собственно, не особо-то, как бы, горько. Это много раз меня такое встречалось на канале, поэтому, ребят, я не буду горевать. Я найду кого-нибудь ещё, может, постараюсь найти какую-нибудь замену, не знаю, Демпи. Но, наверное, это будет очень трудно, ведь Демпи был такой, знаете, яркой личностью, которая так вот разнообразила мой канал и вообще как-то, знаете, больше смысла в жизни придала. Ну, такая грустненькая новость, небольшая. Ну, собственно, перейдём к следующим новостям. Дальше новость насчёт Героев Меча и Магии 7. Эту новость я уже постил в группу, и она о том, что мои сохранения в Героях Седьмых не сохранились после перестановки Винвы. Не знаю, то ли Клауд Юплея плохо поработал, то ли Клауд Стива плохо поработал, но сохранений у меня нет. И поэтому я буду играть заново, но буду заново играть не за фракцию Тёмных Эльфа, а за другую фракцию. Скорее всего, либо за фракцию Сильванов, либо за фракцию Людей Порядка, то есть. То есть, я не знаю пока что. И ещё вторая новость насчёт Героев Седьмых. Видео по Героям Седьмым будут выходить раз в неделю, скорее всего, эдак в среду или в четверг. Я точно пока что не определился, но я подбираю такое специальное расписание для этой игры. Потому что давать этой игре два выпуска в неделю мне как-то не хочется особо сильно. Но вот один выпуск в неделю нормально. И особо она мне быстро не наскучит, да и забросить я её тоже не смогу. Дальше, следующая новость насчёт уже рецензий в группу. Я выкладывал новость о том, что я буду делать пять рецензий подряд на аниме, которые, кстати, очень положительно сказались, ну, сказались, очень положительно себя характеризовали в моём сознании. Но, 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 большое такое но, их будет не пять, их будет шесть. Дело в том, что я, когда записывал эту новость, я не подумал о том, что, на самом деле, я досматриваю сейчас ещё одно аниме, как бы должно быть их шесть. Но я думал, что я успею записать хотя бы одну рецензию до того, когда я досмотрю шестое аниме. К сожалению, этого не получилось, я ещё не снимал видео, как вы знаете. Никаких пока что под перестановки в НД. Но теперь-то я буду снимать, и вы знаете, знаете, шесть рецензий. Возможно, будет даже семь рецензий. И я пока хотя ещё не начал смотреть новых аниме, но, если честно, я их смотрю очень быстро, заедок за один-два дня уже посмотрю, там, не знаю, как там, триллинадцать серий, я уже всё это всё посмотрел, и потому что некоторые аниме затягивают очень сильно. Надеюсь, кстати, я буду находить какие-то очень интересные аниме, потому что мой топ очень сильно кардинально изменился. Там вот просто все места сдвинулись практически, потому что вот эти новые аниме, которые я посмотрел, они очень интересные. Два из них студзё, и это тоже очень интересно, потому что я и раньше никогда в студии не смотрел, не считая MLP, но это не аниме, а логика. Ну и последняя новость... Нет, не последняя, предпоследняя новость. А предпоследняя новость, моя рубрика Anime ongoing немного распространится. Теперь я буду делать такую рубрику не только на аниме, я буду делать её и на MLP, и на YouTube видосики просто, и у каждого этого будет по разному названию, то есть если MLP, то MLP ongoing. Если YouTube, то YouTube ongoing. Если что, ongoing пишется на моём канале раздельно. Я это сделал специально, дабы не было, как бы, не было на одинаковом со словом ongoing, как аниме, которое выходит в данный момент. Это, как можно сказать, по-другому немного у меня, для моего создания звучит, и поэтому у меня по-другому оно и будет написано на моём канале, чтобы не было вообще, например, ассоциации с ongoing'ами. Только я, скорее всего, не буду смотреть, конечно, аниме в этих видео. И чтобы как-то было более разнообразно. И вот, собственно, последняя новость. Теперь я буду записывать одномоментные, ну как одномоментные, то есть на одну серию видео по какой-либо игре, непопулярной, скорее всего. И в чём будут заключаться эти видео? В том, что если я их снимаю, то вы, зрители, решайте, надо мне не снимать её дальше. То есть так я буду делать по другим играм, например, по Really Big Sky, Raise the Sun, Savage Lands опять, Blood of Fall, и прочее. У меня уже много игр собралось. И поэтому я буду в них, вот каждую из них, буду снимать одну-единственную серию, а вы уже, слушатели, будете... Слушатели? Зрители. А вы, зрители, будете решать, снимать ли мне эти видео дальше по этой игре или нет. Так что, ребят, вы уже решайте. В конце видео, каждое из этих видео, и даже, может, в начале ещё, может, даже в конце и в начале, я буду говорить о том, что... Чтобы вы не забывали о голосовании в группе, именно в группе проходит голосование, о том, чтобы снимать дальше это видео, видео по этой игре. Я никогда не буду против, если, конечно, игра не будет плохой, я не буду против. Даже если будет плохой, то, может, я найду что-то в ней хорошее за то время, когда я буду снимать новые видео, если всё-таки вы проголосуете за. Ну, а также, ещё часть этой новости, то, что я также буду снимать подобные видео и по флэш-играм, то есть флэш-играм в браузерке, но не как по фану, то есть как у Савергона и прочих там людей. Я именно буду снимать там, находить лучшие, какие-то такие флэш-игры, которые, возможно, уже кто-то играл, но при этом просто как бы разнообразить свой контент как-то надо, да и плюс это не особо трудно делать, поэтому, скорее всего, они будут также выходить довольно часто. Ну и скоро вернётся также опять из-за биденков Айзек на мой канал, скорее всего, в виде монтажиков, ведь именно так я и делаю Айзека. Я, кстати, опять наврал насчёт того, что это последняя новость, на самом деле, нет, вот сейчас последняя новость будет, я её вот забыл сказать. Последняя новость, сейчас в моей группе проходит опрос на то, чтобы делать ли стримы по выходным. В данный момент проголосовали за большинство, за проголосовало, поэтому, ребят, скорее всего, ближайшие выходные, точнее, нет, в эти выходные я не буду делать, скорее всего, стримы, я буду делать его на следующие выходные. Ребят, будут стримы, теперь каждый выходной, в субботу или воскресенье, когда я буду анонсировать в своей группе или в видео на ютубе уже анонсировать будут так же, то есть я буду вставлять какую-то вставку, видео вставку, видео, и вы узнаете, когда будет ближайший стрим. И так будет примерно так за 2-3 дня, то есть все видео за 2-3 дня, выходящие на стрим, а в них будут эти видео вставки. Ну, а также, просто такая маленькая новость, к которой, как бы, контент особо не относится, просто маленькая радость. Скорее всего, я постараюсь сделать видео каждый день, впоследствии того, что я буду записывать побольше, часть, и буду каждую ночь ставить на монтаж. Я постараюсь его взять в себя в руки как можно больше силы воли и вот так вот фигачить, собственно, почти каждый день видео. Постараюсь вообще каждый день делать видео, так будет и мне лучше, и вам лучше, если вам нравятся мои видео. Ну, и, собственно, на этом я закончу подкаст. Спасибо за то, что посмотрели это видео. С вами был я, Сир Дэлис. Всем удачи! Всем пока, ребятки!